Орел и Решка Мега-шумные. Мега-контрастные. Это лучшее место для сезона мега-приключений, но новый сезон сам себя не проведет. Так что знакомьтесь. Привет! Неопытный путешественник Оля Антипова. И путешественник без опыта Антон Зайцев. Новые ведущие нового сезона Орла и Решки Мегаполисы. В этом сезоне вас ждут мега-необычные. Мега-провокационные. И мега-безумные приключения. Кто из них будет мега-бедным? А кто мега-богатым? Ааааааа. Как всегда. Решит. Орел или Решка. Ааа. Я не хочу. Иди follow me. Веселее, активнее, бодрее, радостнее, давай. Слушай, я не готова. Флота, мне нужно акклиматизироваться. Это Африка, привыкай. Я не могу так быстро. Давай, встала, поздоровалась, улыбнулась, сказала хорошие слова. Поехали. Всем привет! С вами Орел и Решка Мегаполис. И мы прилетели в яркую и солнечную Танзанию. Этот уикенд мы проведем в дорогом, богатом и огромном мегаполисе Дар-Эс-Саламе. Я забыл добавить в очень жарком Дар-Эс-Саламе. Все, давай заканчивать. Орел. Решка. Ну? Подожди, а где? Стой. Добро пожаловать в бедность Акунна Матата. А что сейчас произошло? Мне кажется, или он не нахренит? А ну-ка сюда подошел, быстро. Что было, Антон? Козы? Стоп, а тут просто голова. Выпало что? Козы. Значит, кто? Оля. Давай карту сюда. Да я ни разу не нюхал трюфели. Я ни разу в нормальной кровати не спал. Не нюхал ты трюфели. На, забери монету. Заберу. Будешь так дальше работать, будешь все время по-бедному. Ну любят меня деньги. Ну что я могу сделать? Ну что я могу сделать? Дар-эс-Салам звучит как город из арабской сказки. Но на самом деле это огромный африканский мегаполис. Главный город Танзании. Туристы приезжают сюда, чтобы разъедраться на сафари, на Занзибар и на Килиманджаро. А зря. Если задержаться в Дар-эс-Саламе на два дня, можно провести отличный экзотический уикенд. Пошли, Бенджамин, я тебя обменяю. Двести тридцать тысяч местных денег. Я богат. Сто долларов для Танзании – это огромные деньги. Их бы мне хватило не на два дня, а на две недели. Но есть проблемка. Их еще надо суметь сохранить. Как только прилетаешь в Дар-эс-Салам, за твоими деньгами начинается охота. Для местных белый человек – это ходячий кошелек, из которого каждый хочет вытащить денежку. 40 тысяч – это 20 долларов. В ход идет даже наглый обман. Ага, автобус меня съест. Короче, не ведитесь на эти басни и следите за своими вещами. Если в аэропорту еще вежливый развод, то в городе не постесняются и обворовать. Хочется, что Экантоша перестраховывается. Я понял, что тут вообще небезопасно, поэтому деньги спрячу в самое надежное место. Да-да, девчонки, попробуй достань. Это на автобус. Камеру. Поближе к руке. И главное – не выделяться. Не выделяться. Суперкарам удивить не получится. Поэтому я решила взять надежный, комфортабельный, с кондиционером и личным водителем автомобиль. Фольксваген Туарек! Ладно, ладно, не спешите плеваться. Сейчас наш режиссер монтажа сделает красивый клипчик. Ездить в Танзании на Фольксвагене Туарек – это прям вау. Сейчас Антон покажет вам местный транспорт и вы сами поймете почему. Так, как тут это работает? За дешевым транспортом, который отвезет в центр Дар-Эс-Салама нужно немножко прогуляться. На трассе Джулиуса Ньерере представлены вариант экзотический – трехколесное такси Баджач. Вариант экстремальный – мото такси или Бода-Бода. Это крайне опасная штука, но прелесть вот этого моцика в том, что ты можешь объезжать пробки и доезжать гораздо быстрее. Я бы поехал на Бода-Бода, но это транспорт для самоубийц. За рулем обычно школьники, у которых нет прав. Они прогуливают школу и зарабатывают 8 баксов в день, чтобы потом спустить их в клубе. Вот теперь я настоящий местный. Взаимообмен. И, наконец, вот он, самый дешевый, самый безопасный, самый тесный вариант – автобус Матату. Что их так много-то? Здесь просто каждую секунду подъезжает переполненный автобус и все в разные места, куда ехать не разобраться. Они как-то издалека различают по цветным полосам, куда едет автобус. В Матату водители сдачи не дают, поэтому на остановках стоят вот такие разменщики и меняют крупные купюры. Ну и кто сказал, что я тут не богат? Купаюсь в деньгах. Из 10 тысяч комиссия вот этого смуглого наглеца 500. Получается остается 9 500, из них еще 500 я отдаю в автобус. Итого остается 9. Нормально, нормально, дешево. Подвиг номер один – забраться в автобус. Подвиг номер два – выжить в автобусе. Подвиг номер три – поехать в автобус до конца и не потерять себе уважение. Жесть, тут вокруг десятки потных подмышек. Душ по утрам и дезодорант? Не, не слышали. У меня пропадает ощущение, что 20 долларов на такси – это дорого. Ты же, наверное, едешь в центр? Давай я подскажу, где выходить. О, супер, спасибо. Следующая остановка наша. Автобусы Танзании. Спонсор моих мокрых седых бровей. Если хочешь, я покажу тебе город. Всего за 15 долларов. Короче, я думал, чувак просто так со мной едет. Он говорит, я могу с тобой вообще походить весь день. Заодно и денежку заработаю. Даже неудобно как-то ему отказываться. Я сам, Костя, я сам. Красавчик, вот так делается бизнес в Африке. Пизнаюсь честно, для меня Африка – это маленькие дети. Ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалеев. Ну, как бы и все. Поэтому для таких людей, как я, наша новая рубрика. Десять глупых вопросов туриста. А у вас ходят львы по дороге? Нет. А что интересненького есть в Дар-эс-саламе? Дар-эс-салам – это… это… ну… Такой короткой историю про город я не слышала никогда. А какую болячку здесь можно подхватить? Малярию. Малярию. А как? Если тебя укусит малярийный комар. А тут много комаров? О, да. А тут много девушек работает в секс-туризме? У меня не было опыта. Угу. А что такое Акуна Матата? А на меня здесь могут напасть? Это нормально, что я в короткой юбке? Это же мусульманская страна. Нет? А какая? А тут вообще есть роскошь. Просто если ее тут нет, шо я тут делаю? А почему ты все время молчишь? У многих сложился стереотип, что Африка – это только нищета. Горы мусора, трущобы, первобытные племена и жестокие обычаи. Но большинство зрителей мы удивим – так выглядит далеко не вся Африка. А фантомат рост не adaptation. Африка – это даром-п avaient племен, тоже собираю и правил,ait воды приятности, в клуб-смарк. Играет музыка. Африка – это полноцовая тварь. Сlosи – ящик, глядя. Хов, глядя. Африка – это значит, это даром-паза смысл. Африка – это даром-паза смысл. Обалденно. Я-то думал, тут нищета, грязь, животные по улицам ходят. А тут ничего так, небоскребы. Африка, хватит ломать мои стереотипы, остановись. На удивление, я вижу ровные дороги, чисто, как и трубочисты. Дар-эс-Салам – не просто африканский мегаполис. Это мегаполис, который дарит танзанийцу шанс выбраться из нищеты. Здесь он может выучиться на экономиста и работать в банке. Пойти работать на СТО, чинить скутеры и мотоциклы. Выучить английский и пойти в институт преподавать. И выживать не на 2 доллара в день, а зарабатывать немыслимые 400 долларов в месяц. И прокормить свою жену и пятерых детей. Дар-эс-Салам – это голубая мечта всех жителей Танзании. Это что пробка? Ну да. Всё начинать. Во всех мегаполисах мира есть один большой минус – бесконечные пробки. Но если не постоять в пробках Дарес-Салама, можно пропустить целое культурное явление. Между машинами ходят десятки уличных торгашей. Они заполонили все дороги. Так что добро пожаловать в гипермаркет-пробка! В ассортименте фрукты, тряпки, столы, ложки, часы, карты Танзании и анатомии человека. В нашей пробке можно купить все! Окно открывай, деньги давай! О, арбуз! How much for a water map? 500. О, thank you! Oh, no, no, I don't... Thank you! Помой руки! 600. Акуна Матата. А вы же Дарес-Салам? Дарес-Салам есть с вами. У них тут на каждом углу, на каждой улочке что-то продают. Тоже мне бедная страна. Кто все это покупает? Кто? Короче, нетерпимая. Надоело. Хочешь, present? Она на меня так глянула. Ну и ладно. О, my friend, I wanna present you this vlog. You want? Okay? Акуна Матата. Пробка рассосалась. I am walking very good. That's enough. Мы привыкли, что в любом городе, а тем более в мегаполисе, есть какой-то столб. Центр, куда приходят люди и ты понимаешь, что вот здесь центральное место этого города. В Дарес-Саламе такого места нет. Ну, есть набережная, и то ее закрыли заборами и теперь не попасть. Ну вот, лютеранская церковь эпохи немецких колонизаторов. Но настоящий центр, я вам покажу чуть попозже. Как бы Дарес-Саламу не хотелось походить на Нью-Йорк, но он все равно находится в Африке, а не в Америке. И центр жизни здесь не даунтаун, а рынок, а точнее рыбный рынок Мазизима. Слышали бы вы этот рыбный запах. Второе место после автобуса. Самое интересное – количество рыбы на прилавках и количество продавцов. И видно, что парни все активные, веселые, все заняты делом. А вот сейчас состоится какая-то, видимо, их популярная площадка, потому что они все собираются рядом с прилавком. Аукцион. Кто больше предложит за рыбу, тот получает ее. Прикольно. Рыбный аукцион не похож на аукционы, которые показывают в фильмах. Здесь никто не ждет, пока назовут самую высокую ставку. Тут просто кричишь свою цену и пока ее никто не перебил, бегом бросаешь деньги прямо на рыбу. После этого жеста ставки не принимаются. Всю дорогую рыбу и деликатесы разбирают в 5 утра рестораны. Остатки приходят разбирать домохозяйки и служанки. Их улов будет уже подешевле и повонючее. 2019 год. Не такая уж далекая от нас Африка. Человеку, который привык выбирать рыбу в супермаркетах, красиво нарезанную, аппетитно выложенную на льду, такое зрелище может шокировать. Но это не все, что здесь шокирует. В 21 веке рыбаки ходят на рыбалку на лодках-долбленках. Они сделаны из цельного ствола дерева и больше напоминают корыто. Не отходя от лодки готовят улов на продажу. Вот рыбак чистит карагатец. А вот тут отбивают осьминогов просто о бетон. Тут же ходят в туалет. И потом несут свой улов на аукцион продать подороже. Не рынок, а машина времени. Со слов водителя, мой отель находится в районе самых богатых жителей Дар-эс-Салама. Тут только виллы политиков и апартаменты бизнесменов. А среди них мой бутик-отель Oyster Bay. Здравствуйте! Прелесть какая! Кому интересно, как выглядит богатство по-африкански, смотрите. Но, кажется, в холле все богатство и закончилось. Это все, он такой маленький. Уходите, пожалуйста. Почему вы находитесь дальше? Я же вам десять раз сказала thank you. Уходите. Какие люди. Можете меня напрямую спросить, могут ли они уйти? Это уже ванна началась? А где двери? А нет, туалет с дверью. А почему такая дверь? Короткая. Интересно, а не картины криво повесили, так было задумано или случайно? Смотри. Как ты думаешь? Мы будем считать, что задумано. Твердая, не мягкая, честно говоря. Но есть некоторые погрешности в виде пятен на диване, но это все мелочи. Это мелочи, потому что что? Ну ладно, вид еще стоит того, чтобы снять такой номер за 450 баксов. А в остальном, моему отелю до гостиниц с мировым именем еще расти и чистить пятна. Как я не оттягивал этот момент, но пришло время попробовать что-то из даров Индийского океана. А сегодня он послал морского ангела, осьминогов, кальмаров, красного окуня и каменного окуня. У нее очень-очень-очень острые зубы, я засунул даже кусок кулака, действительно можно пораниться. А сколько стоит этот лангоз? 24 доллара. Это очень дорого. А это что за змеюка? Это мурена – хищная рыба. У нее нет плавников и чешуи, поэтому она тебе напоминает змею. Мурена – страшный зубастый хищник. В давние времена этим чудищем скармливали провинившихся рабов. А сколько стоит мурена? 11 долларов. Давай за 7. Ладно. Хэштег Антоша Таргаш. Вот мы и встретились. Вон она уже потекла по мне. Бусняха. На рынке Мзизима сервис на пятерочку. Не успел купить рыбу, но тебя сразу налетают желающие ее приготовить. Разумеется, не бесплатно. Ага. Ага. Он говорит, я помыл ноги в этой воде, а потом помыл ноги в этой воде, а потом помыл ноги в этой воде. Спасибо. Надежный антисептик. Следующая стадия – приготовить эту мурену. Кухня в этом ресторане открытого типа. Ты можешь наслаждаться видом, пока шеф-повар готовит твое блюдо. Это главное сакральное место приготовления рыбы. Каждый сюда приходит. Каждый. И для всех одно масло. Ммм. Такое чувство, что масло здесь с момента основания рынка, оно просто ржабелое, коричневое, добротное. Олег, давай. Ты не снял, как они зажарили рыбу? Ну, снимай хотя бы как ем. Вот сейчас, наконец-то впервые попробую ее муренушку. Очень странное ощущение, когда на тебя смотрят 30 пар глаз. За вас, пацаны. Очень много гостей. Мурена хоть и похожа на змею, но по вкусу ничего необычного. Такой же морской угорь, как мы едим в суши. Белое мясо. Оно и не жирное, и не сухое. Прям вот посередине, как надо, идеальное. Но вся вот эта прожарка, тем более видя в каком масле они ее делают. Ну ребят. Даже в таких продвинутых мегаполисах, как Дар-эс-Салам, Африка неискоренима. В Дар-эс-Саламе живет доктор-колдун Карим. Местные настолько верят в его сверхъестественные силы, что даже при инсульте быстрее обратятся к нему, чем вызовут скорую помощь. Я записалась к доктору-колдуну на прием. Ну интересно же, в Европе такой экзотики не встретишь. Доктору-колдуну не нужно говорить вслух о своих болячках. Он читает мысли. Дальше доктор умывает пациента освещенной водой. И начинает обряд исцеления. Для этого доктору-колдуну нужно связаться с самим дьяволом. После беседы с сатаной доктор берет инструменты. Живую черепаху, на которую нужно посмотреть. И глиняные чаши, в которые нужно подуть. Ребята, что за фигня? Он целует меня в шею! Он выплюнул два каких-то камушка! Он во мне что-то обнаружил и вытащил из меня. Но я почувствовала, что он сделал мне засос на шее своим ртом. И зубами так сосал. Вот мою кожу. Доктор Карим сказал, что высосал из меня давнюю порчу. Не знаю, как порчу, но то, что он высосал у меня 350 долларов – это факт. Я на всякий случай перестраховался и посерфил все, что касается каутсерфинга здесь. Потому что в Танзании оставаться ночью, ну вы же видите, меня единственного тут видно в темноте. И нашел каутсерфера Эндрю. Меня, во-первых, порадовало его имя, ну вроде как Андрюха. А во-вторых, он довольно доброжелательно согласился мне помочь и приютить на ночь. Вот только где Эндрю живет? Пацаны, а где Эндрю? А где Эндрю? Эндрю? Понял? Хорошо, не вставай, не вставай. Я сам найду, я сам найду. А вы не видели Эндрюху? Эндрю? Ладно, не играй с судьбой. Район, конечно, Лухарь и Велас. Так, появились номера. 18-ый, у меня 12-ый, 14-ый, 10-ый. Ну, так ты себе жилье выбрал, парень. У родителей Андрюхи большой дом, и пока они в командировках, он водит сюда друзей и каутсерферов. У-у-у-у-у. Перед тем, как пойти на дискач, я попросил показать мне комнату, чтобы оставить вещи и принять душ. Слушайте, по африканским меркам Эндрю живет в нормальной такой зажиточной семье. У парня огромная двухспальная кровать с по-настоящему мужским розовым балдахином. У него холодильник в комнате, как у настоящего мужчины, пустой. У Эндрю свой душ и унитаз. Ну а самое главное, я сразу заметил, что парень уникальный, у Андрюхи две левых ноги. Но это еще не все про обувь. Посмотрите, сколько пар. Ну а тут истинное логово настоящего джентльмена. На самом деле, для каучсерфинга в Африке это очень круто. Уйду красиво. Карибу, что по-танзански привет. Друзья, прячу для вас здесь вот эти 100 долларов. Желаю удачных поисков. Ну и конечно же, хакуна-мадам. Плат в Дар-эс-Саламе ищите на пляже возле паромного причала Занзибар-Фэрри. Бутылка со 100 баксами надежно зарыта в траве. Я локация вам в помощь. Мы с бандой приехали в клуб «Ла Час». Здесь тусуются только местные. Эй, тут удачный клуб в Танзании единственный белый. Серьезно? Даже охранники в шоке, что в клуб для местных забрел чужак. Так, как я единственный белый парень, мне вот так ненавязчиво поставили 100 долларов. Ребзя, что делаем дальше? Сейчас пойдем знакомиться с девчонками! Слушай, Андрюха, это правда, что все местные девушки соглашаются пойти за деньги на свидание с любым чуваком? Ну да, если у тебя есть 10 баксов. Он сказал, я за десятку могу идти с дамой, которая проводит меня до библиотеки. Танзания славится секс-туризмом. Местные девушки готовы провести с тобой ночь за смешные деньги, еду или за коктейль. Видели, как она облизывает лайм? Это же целое искусство. Играет музыка. А для богатых туристов в Дарес-Саламе свои цивилизованные клубы, в которых можно познакомиться, разве что с китайцем. Короче, облом. Неужели тут нет ни одного местного? Привет! Мне скучно, можно присесть? Да. Как тебя зовут? Аббас. Аббас? Звучит прикольно. А я Оля. А что ты делаешь в Дарес-Саламе? Я здесь живу, занимаюсь музыкой. У меня своя студия. Студия? Звукозаписывающая студия? Или я что-то неправильно поняла? Ты продюсер? Да, мы пишем музыку сингели. Это популярный стиль в Танзании. Сингели? Я никогда не слышала. А еще мы снимаем клипы. Сегодня сняли один, завтра еще один будем снимать. Клип? Серьезно? Крутяк. А можно я приду на съемки? Нет. Почему? Слушай, без обид, но ты будешь мешать. Давай как-нибудь в следующий раз. Слушай, я миллионерша. Я могу дать денег на ваш клип. О-о-о, что скажешь, а? О-о-о, что это все? Короче, смотри, я плачу, а ты даешь мне роль в клипе. Главную роль. Ты реально дашь денег? Да. Боже, ребята, как все легко решают деньги. Ну что, увидимся завтра? Да. Я еду на звукозаписывающей студию, чтобы снимать клип, если честно, очень волнительно. А ты уверен, что студия находится здесь? Да. Нужно только перейти дорогу. Слава богу, я еле нашла тебя. Где твоя студия? Вот моя студия – Сисса Рекордс. Колоритненько. О, она такая маленькая. Да, у нас тут только клавиши, компьютер и колонки. Кстати, познакомься. Это режиссер клипа Амис. Это Джей Мита – саунд-продюсер. А это наша звезда Чиф Бека. Он поет в стиле сингели. Для тех, кто никогда не слышал о сингели. Вот. Сингели – это убойная смесь. Рэп на суахили плюс музыка синтезатора, ускоренная до 300%. Клип сингели можно узнать из тысячи. В нем обязательно будет африканский танец байко-ко, когда крутят бу… ой, бедрами в бешеном темпе. Ну что, пойдем снимем самый крутой клип. Итак, я начинаю репортаж со съемок танзанийского клипа. На площадке все очень серьезно – сложные декорации, подтанцовка при полном параде, как видите, без гримеров и стилистов не обошлось, актеры массовых сцен… И пол деревни зрителей. Режиссер дает наставления артистам. Видно, что режиссер очень напряжен. Сегодня он еще и выступает в роли оператора. Мне сказали, что сейчас не моя сцена, сейчас без меня. Съемки клипа остановились, не могут включить колонку. Просто, мне кажется, это на очень долго. Сначала снимается сцена артиста с подтанцовкой. Сначала снимается сцена артиста с подтанцовкой. Мне кажется, я так не смогу. Потому что, чтобы это уметь, надо хотя бы это иметь. Вторая сцена – любовная. В любом танзанийском клипе обязательно должна быть душераздирающая история любви. У главного героя есть девушка – первая красавица трущоб. Что такое? Почему снимают всех подряд, кроме меня? Кто платит деньги? Я плачу деньги. А вон ту девушку снимают в горошок. И эта девушка вновь. Только имя свое понимают. Ну так что мне делать? Олья, по сценарию у вас будет любовный треугольник, главный герой – уличный торговец с бананами. А ты играешь в миллионершу, которая влюбляется в него. Ну привет, сладкий. Я не хочу один банан. Я хочу все твои бананы. Олья, теперь ты должна соблазнить героя. Ты должна его касаться. Дубль первый. Посмотри в камеру. У меня много денег. Твоя жизнь будет похожа на сказку. Забудь о своей девушке. Я лучше. По сценарию девушка главного героя, конечно же, нас замечает. Чем эта история закончится? Посмотрите в клипе, а то будет неинтересно. Сисо Рекорд представляет Чивбека со своим новым синглом «Бананы». Читаем. Сисо Рекорд представляет Читаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настолько влажно, ты каждая клеточкой тела ощущаешь вот эту жару. Куда бы окунуться? Хочу в воду! В воду хочу! Братва, братаны, здорово! Здорово! Здорово, тигры! Тар-эс-Салам стоит на океане, так что бонусом к этому мегаполису идет пляж. Держим курс на лучший пляж. Коко бич. Поехали металлическим шаршаем! Нас мегаполису. У-у-у-у-у! Как же тут красиво! Вот таким я себе и представлял дар-эс-Салам! Глазом вижу, носом чую, ушами слышу, что вот оно. Долгожданная водичка. Пацаны! Секунду, пацаны! Я просто к морю, пожалуйста. Я не хочу пить, я не хочу есть, мне не надо сувениров. Я просто иду покупаться, спасибо. Хорошо, что деньги в трусах. Хорош! У меня нет денег, братан. У меня нет денег. Пацаны, пацаны. Пляж Коко Бич – это городской пляж для местных. Когда здесь появляется белый турист, продавцы сувениров, массажисты и бармены из кафешек нападают на него как стаи голодных чаек на анчоусе. На хвостках капитан Хук это делал. Мама, если ты это видишь, скорее всего я остался в Танзани. Передай привет нам. Натуральное нападение средь бела дня. Никакие уговоры, угрозы не помогают. Пока не дашь денег, от тебя не отстанут. Олежа, Аришванда. Кажется, что-то еще осталось. Удержал. Они ушли? Мы на главном городском пляже Коко Бич. Давайте посмотрим и оглянемся, что же тут такого. Здесь, конечно, удивительное место. Если посмотреть туда в море и вокруг, тут в основном только местные ребята с местной пропиской. Я чувствую себя тут белой вороной. Причем в прямом смысле. Еще сразу замечаешь сотню черных быков в океане. Удивительно, но факт. Из 5 миллионов жителей мегаполиса, который находится у океана, 4 миллиона не умеют плавать. Местные, не пойми почему, боятся утонуть. И плавают как дети на надувных камерах. А сколько стоит круг? Тысяча шиллингов. Можно я его тебе арендую? Нет. На, возьми мой. Окей, за сколько? Бесплатно? Нет, за две тысячи. А почему маленький круг стоит дороже, чем большой? 5 минут за одну тысячу шиллингов? Сейчас я переоденусь. Итак, я представляю свое первое плавание в индийском океане. Да что вы знаете об умении влиться в коллектив? Ура! 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 А за третье население Танзании рядом со мной. Я теперь градообразующее предприятие. Главное, как отсюда выбраться. А выбраться, походу, не получится. Весело, конечно. Но если будете в Дар-Эс-Саламе и захотите покупаться в Индийском океане без сотни надувных буйков, то не повторяйте моих ошибок и сразу отправляйтесь на соседний островок Бангойо. Тут райские пляжи, голубая водичка и сервис, как мы любим. За трансфер и вход на пляж я заплатил всего 20 долларов. Жаль только, что я узнал об этом месте в самом конце своего уикенда Дар-Эс-Саламе. Даааааааааааа!!! Давайте начистоту. Если бы не Орёл и Решка, вы бы никогда не узнали, что на карте Африки есть такой мегаполис как Дар Эс Салам и что в нем можно так весело провести свой уикенд! Быстро приобрели! Только в Дар Эс Саламе ты успеешь побывать на битым кошельком. Экспертом поцелуев, настоящим гурманом, местной звездой и королем вечеринки. В общем, увезешь с собой эмоций на год вперед, если только сможешь убежать от местного гостеприимства. Если ты это видишь, скорее всего, я остался в Танзаге. Красавчик, вот так делается бизнес-вапа. Уходите, пожалуйста. Поехали металлическим шаршином. Помой руки. Как же тут красиво, вот таким я себе и представлял дар эс-салам. Пацан, пацан, она моя, замолкни на секунду. Приветики. Приветики, приветики. Я вижу твои жадные глаза, твои глаза хотят манго просто, дешево тебе отдам. Спелая манго, держи, денежку отдашь сейчас. От астмы, от малярии, один кулон на твою красивую шею. Бери, девчонка, все вместе за 15 отдам. Хорошо, я куплю у тебя все. Другой разговор, больше слов не надо. Мне все понятно. Кстати, как добраться до аэропорта подешевле. Всего за 200 тысяч шинингов. Друзья, пока, встретимся в следующем городе. Пошли. Что такое? Дурел? Стоп, она моя. Субтитры сделал DimaTorzok